И ничего нельзя, и все, что я делаю, все нельзя, все плохо. Во что нагребали? Тогда пакетов целлофановых не было, все запаковывали в бумагу. А потом еще чуть-чуть поговорим и в лес жить поедем. И вот уже почти. Молодец, берегинчика сделал. Короче, девочки, ремонт-ремонтом, а бабки-покупками. Она должна быть какого-то изумрудного и идеального цвета. Смотрите, что я нашла. А, господи, посмотрите на эту красоту. Доброе утро, мои хорошие. Мы проснулись, у нас закончены серьезные работы в ванне и в туалете. А сегодня мы с мамой решили, так как у нас освободилась вот эта площадь, вот она освободилась. Здесь стояли огромные мешки штукатурки, мешки с мусором. Сегодня я, выходя из дома, увидела, что в лифт собирают мусор. Я такая, мусор? Они такие, да, я говорю, давайте вам 500 рублей заплачу, вы заберете. У нас там 10 мешков где-то здесь было. Ну, мальчик поднялся, быстренько все унес. Так что у нас освободилось теперь место. И вы понимаете, единственное, вот это вот, да, вот эти два мешка, они очень тяжелые. Но мы их можем в туалет засунуть. А здесь мы хотели постелить линолеум. Ну, в общем, мы посмотрим, да? А, еще плиточки две осталось. Но это как раз на этот. Короче, расскажу потом. Итак, мы с мамой поделили на самом деле квартиру. У нас две комнаты. Одна комната, смотрите. Здесь вот такой сейчас ужас. Я планирую сейчас здесь все разложить, сложить, освободить местечко. Хотя бы сложить все, да, какие-то вещи, может быть, разложить. Еще одну вешалку распаковать. Маме коробки с ванной отдать. Ванну что-то там уже аккуратненько поставить. С кухней тоже разобраться. Вот. Этой комнатой занимаюсь я. Мама сюда вообще заходить не хочет. Говорит, это кошмар, кошмар. Я рада, что есть одна комната, куда я заходить могу не заходить. Вот. Здесь мы собираемся навести порядочек. И вот эту комнату и вот этот вот зал снимаю я. Мама же в свою очередь занимается у меня кухней и балконом. Сейчас у нас на кухне. Мама Чоли, привет. Она рада, у нее теперь работа появилась. Я хотя бы могу сейчас что-то делать и чистоту наводить. Это как бы моя... Мне нравится. Да. Мы должны убрать все эти мешки. И у меня планы вот это вот все разобрать и так убрать в той комнате, чтобы здесь, короче, все, что здесь, отнести в ту комнату, а здесь, чтобы ничего не было. И, наконец-таки, вымыть. Вымыть эти полы от пыли, которая у нас была. И на маме еще балкон. Так как здесь у нас проводили работы, посмотрите, да. Здесь куча-куча вот этой вот пыли. И везде, да, на бортиках и везде. И мама будет снимать, как она от этой пыли избавляется, чем она избавляется. В общем, как будет до и после. На балкон тоже мы что-то вынесем, потому что уже пилить ничего на балконе больше не будут. И мы думаем еще линолеум постелить. В общем, здесь мама занимается. Вот. Короче, она эту комнату вам покажет до и после. Ссылку на ее канал я оставлю под видео. А я буду снимать вот все, как вы поняли. Вот эту комнату и прихожую. Сейчас я поеду за уголочками, потом вернусь и просто пропаду в этой комнате, мне кажется. Так, ну что, я вернулась домой. Я снимала, когда уходила. Даже в машине не подснялась. Да, но я по-быстрому, на самом деле, съездила. Вот такие крепления. О, они тут чуть-чуть высыпаются. Короче, вот такие крепления для экрана. Нам забыли положить. Все, начинаем разбирать. И параллельно у меня еще завал в моем магазине сообщений разных. Параллельно еще нужно все тут мерить. В общем, покажу потом, когда более-менее расфигачу все. Потому что я думаю, все показывать вам, как я коробку куда-то кладу, это не надо. В общем, чуть приберу, покажу. Фух, девочки. Называется, прошло 2,5 часа. Не покладая рук. И что, сейчас покажу. А как будто ничего, бляха-муха. Оно как будто не исчезает никуда. Ну, мы потихоньку, да, там еще убираем, что-то отдаю. У меня несколько пакетов. Пакеты для упаковки, для работы, для вещи, для косметики. Тут что-то пытаемся все разобрать, никак оно не скончается. Короче, работаем. Вообще, я кофе хочу. Я хочу кофе уже. Так, ну, так. Ну, этих полуфабрикатов, вот это вот, заморозок вот этих не было. Продавали свежее мясо, продавали крупы, овощи продавали. Квашеные очень много, там помидоры квашеные, капуста квашеная. Все это в магазинах прям. Я даже помню, в детстве я ходила в магазин. И заходишь в овощной магазин, ну, там в том отделе картошка, лук и все дела, да. И вот был такой один отдел, где там было просто квашеное. И вот так вот, знаешь, вот стена, а оттуда торчит пол ванны. Ванна. 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 В одной ванне капуста квашеная. Все на развесе продавалось. В другой ванне соленые там огурцы, в другой помидоры соленые. Все это на развесе продавалось. То есть с той стороны за стеной загружают в ванну, а то прям берут этим совком таким жух, нагребают. И то там даже, во что нагребали. Тогда пакетов целлофановых не было. Все запаковывали в бумагу, а это запаковывали во что. Или мы с банкой ходили. Вот я не могу это вспомнить. Во что-то запаковывали. Может кто-то помнит. Целлофановых полиэтиленов не было. Из зрителей. Такие-то в стране вообще. Мы это все к чему вообще тему подняли. Тем, что мы сейчас думаем, что вперед делать. Холодильник, либо двери. И что-то мы в рассрочку берем. Что-то мы из зарплаты можем купить. И надо дебиты скребить. Мы постоянно считаем. Сейчас ремонт. Потому что хавает денег невероятное количество. И на крайняк. Мы сразу думаем, на крайняк сможем ли мы без дверей пока месяц. Или сможем ли мы без холодильника. И мама развела тему про холодильник. Что на крайняк мы можем вообще в магазин ходить. Как бы все сразу покупать. То есть каждый день планируем, что будем кушать. Отвела малого в сад. Зашла в магазин. Купила. И все. Мы сразу приготовили. Я говорю, наш холодильник будет в магазин. Да. Потом начала вспоминать, что говорит. А вот знаешь, у бабушки, помнишь, ниша под окном была. И там такая, знаете, под окном ниша. Да. Открывались такие створки. И как бы, ну как бы под окном реально. То есть не так сейчас, как у нас здесь. Батарея обычно под окном. А вот прям. И она говорит, это вот было раньше вместо холодильника. Я говорю, а как летом? Она говорит, раньше же холодильников не было. Это, говорит, в 60-х годах где-то придумали холодильник. Я говорю, а как в магазине? Она говорит, ну профессиональные холодильники в магазинах были давно. Вот. А вот так, чтобы в квартирах, даже в больших домах, там, да. Вот у кого есть деньги. Ну не было. В 60-х где-то в нашей стране появились. Вообще холодильники начали выпускать. В принципе, вот мы проходили на тренинге, да. Там такие допотопные были. Ну где-то там, ну чуть больше ста лет назад. Как-то начало 20-го века. Вот уже технологии пошло и все. А до этого люди как обходились? Погреба это были там у кого-то сарай, у кого частный дом. Ну когда жара, вот как летом у нас, тут даже погреба не спасут. В большом доме живет, шли сразу там на рынок, магазин, брали свежее. Потом я хочу сказать еще что. Люди консервировали. Почему все время консервировали? Овощи там, фрукты консервировали, компоты, варенье, соленье. Мясо консервировали. В соли его там как-то там консервировали в банках, когда много, знаешь, поросенка зарезали. В соли, потом что-то вялили, тушенки делали. В общем, все это где-то как-то вот подготавливали. А вот этих полуфабрикатов, вот этих заморозок, этого всего не было раньше, когда не было холодильника. Ну вот я к тому просто, что мы без холодильника сможем вообще жить в принципе. Не говоря о том, что, ну как вы, вы понимаете. Ну просто магазин сейчас пока почаще ныряли. Может быть каждый день, если что-то там молочко там свежее или что-то такое быстропортищее. Да, я думаю, зачем он вообще нужен? Придумали, вот придумали вот это вот. Без холодильника будем жить. Сейчас мы поговорим еще и поймем, что и двери нам не нужны. А потом еще чуть-чуть поговорим и в лес жить поедем. Так, ну вот уже почти здесь освободила серединочку и по бокам разложила все эти вещички. Теперь удобно. Я знаю, где магазин, хотя бы быстро заказ оформить с магазина. Какие-то вещи еще лежат, потому что их просто тупо некуда ложить. Вот, это мы будем решать тоже в ближайшее время. Вопрос со шкафом. Я показывала вам вот, что я примерно хочу это вот в спальне поставить. Вот. А еще надо решить, как бы если шкаф уже ставить и не двигать, то это надо обои там короче поклеить. Ну в общем, думаем, решаем. В общем, сейчас более-менее чисто. Сейчас я дотрупала и покажу, что значит чисто на сегодняшний день. У меня чуть-чуть осталось. Так, я тут не поняла в этой ручке. Сверху игрушки нам нужно? Да, можно сказать, его тоже надо. А подниму что там будет? Ну все и будет. Блин, я так и не показала, как я там все поубирала. Пойдемте покажу. Так, с собой вы с ним. Даешь, показывай. Вот мусор, мусор тут на отдачу что-то, что-то в мусор. Так, ну вот, смотрите. Все, полики протерла, теперь разуваюсь, захожу. И что у меня здесь? Что-то вот в коробках с надписями, чтобы я видела, что где написано. Какую-то обувь разобрала. Что-то из этого надо постирать. Что-то отдать. Что-то пусть стоит. Вот это вот завтра должны все разобрать. Вот эту коробку поставить раковину и все сделать. Так, обувь какая-то стоит. Какие-то дальние вещи, которые пока что я разбирать не буду. Это все мои вещи. Четыре мешка, их нужно разбирать. Вот эти две коробки магазина стоит, там косметика, все дела. Здесь вот упаковочная как раз. Это сюда я несла. Вот. Вещи, 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 вещи. Короче, здесь еще много чего надо разобрать. Здесь есть коробки, в которых просто, допустим, какой-то ящик, в который там, знаете, то-то скидывалось, то-то, короче. И там всего понемногу. И это надо реально разбирать, как бы. И на это времени уже сегодня нету конкретно. Вот. Но главное, что в доступе все, что мне нужно. Я знаю, где вся моя косметика лежит. Вон она, коробка. Я знаю, где все мои вещи лежат. Вот они и вот они. Да, я знаю, где с комода вещи, если что-то мне там реально понадобится. Но пока мне ничего не надо. А может так сложиться, что мне вообще ничего не надо будет. Можно эти коробки просто тупо выкидывать, и я даже не вспомню, что там лежит. Но если вдруг я их разберу, я скажу, ой, и мне это надо, и мне это надо. Зеркало, думаю, вот здесь поставить, хоть перед выходом на себя глянуть. Вот. Ну, все, осталось чуть-чуть совсем. Сейчас вот это будем собирать, скатывать и мыть полики здесь. И Денька придет и уже будет кататься на машинке. Машинку ему. Помыли вам машинку моему? О, все, будет кататься на машинке, бегать. Класс. А вот и все мои резинки из фикс-прайса, которые Денька закидал за кровать на прошлой квартире. И мы их смогли только достать, когда все убирали, переезжали, отодвигали полностью кровать. Вот, сейчас я все это постираю. Вот так я делала все это с большим только, который не помещается. Да, теперь складывай. Вот так вот. Я как прораб. Я прораб. Ровненько, мамуль, только выкладывай. Маменьке уже ручки нет. Командовать убить. Маменька, маменька, только ровненько выкладывай. Да, уже ты, я достала. Ну, а ты поснимай, на, я что против, на. А у меня трясутся руки. У меня хорошая стабильность. Люди жалуются, что у тебя руки трясутся. Смотри, я вот так делала только с большим. А это очень тяжело. Поэтому всегда проверяйте, чтобы линолем у вас был. Смотрите, чтобы всегда линолем был у вас вот так. Ну что, девочки, белье я развесила. Какая молодец. А это молодец. Да, белье развесила. Машинка у нас супер крутая. Уже вот все, мы тут почти заканчиваем. Осталось вот здесь. Ну, это два мешка. Это я сейчас вынесу сразу их в мусор. А вот эти еще останутся для мусора. Пусть мешки. Мы их сейчас в один просто закидаем и все. Вот. И еще у меня там вон два пакета фикс-прайс. Буду снимать. Сейчас мама вот здесь это убирает. Домоет полы. И я сяду напротив стеночки вот этой. Буду снимать. Пока она будет готовить. Так. Пока я, мама моет, я разбираю здесь в прихожую. Здесь куча пакетов всяких. И смотрите. Так как у нас все было в пыли, я, ну, как бы, что-то протираю. То, что, ну, как бы, нужно, мы еще не разбираем. А то, что не протираю, вот, допустим, было в пыли, я просто переворачиваю вот так вот. И оставляю это для мусора. И вот специальный пакетик вот здесь вот такой вот у меня. Я сюда пакетики складываю для мусора. Они будут прям здесь стоять. Ну, будут в них складывать. Ну, чтобы совсем сильно не испачкаться. Когда буду выносить. Вот так вот раз, 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 раз. Положила. Вот тоже вывернула. Вот так. Смотрю, чтобы целый был. Если его порвать, то, может, он нахрен нужен был. Какой-то весь покос, но может пригодиться для мусора. У нас очень много мусора такого, для которого может пригодиться. Вот. Что? А, это то, что готовность стирку? Не знаю, просто, ну, я не знаю, что это. Ну, ты здесь пакетами тыщила, обещала какую-то колодку, хоть бумажную колодку. Какую, давай, сложную. Для чего? Ну, для сбрязанного белья, чтобы потом потом... Нет, я возьму нормальную коробку. Это же стирать мы будем сейчас. Вот ей положила, постираем. Пока не... Сейчас мы стираем. А когда? А что тут стирать? Две тряпочки сейчас будем крутить. Ну, пусть пока тут лежит. Если уже эти собирают, тогда эти все собрать. Пусть пока лежит, это я потом возьму. Пусть она мешает. Короче, мы ничего не успели. Будет оставаться все еще на завтрашний день. И, что я, в итоге, смотрите, так часто бывает. Время без 20. Я думаю, опа, у меня есть 20 минут до 7 в садик. Сейчас я быстро сниму видео. Думаю, сейчас сяду на фоне тут. Просто чисто бичевски вот так вот сниму. Сниму вам фикс прайс. И такая, ё-моё! У Дэньки в 7 часов бассейна. Это значит, что я должна сейчас за ним выходить. Взять эти пакеты мусорные с собой. Еще их занести на мусор. Пойти к нему, собрать его, одеться. Пойти в бассейн. Понимаешь? А я вообще не в курсах, какой день, не день. Бассейн сегодня или не сего. Да, мы сейчас минут 5 вообще. Пока телефон не взяла в руки и не посмотрела, что сегодня вторник. Мы думали, что сегодня понедельник. Это раз. И, короче, я, наверное, фикс прайс оставлю. И с Дэнькой я буду снимать, буду бегать вокруг меня. А я буду снимать фикс прайс. Ну, а что делать? Надо снимать. Времени нет. И более того, мне супер стыдно. Я сегодня опять не добралась до директа. Но я доберусь. Я сниму видео, короче. Покушаю. И пойду заниматься магазином. Все. Вот так будет. Потому что второй день девочки ждут сообщения. И там куча сообщений разных. Ждут, когда там где-то что-то померить надо. Где-то цены сказать, где-то посчитать. Жесть. Кстати, сегодня мы поубирали. Вот два мешка мусора я сегодня выношу. Помимо этого, еще два мешка на отдачу готовлю. Вот. Это только за один день. Это мы еще особо не разбирали. Там ничего. Просто то, что видимое. Не, ну что-то я уже выкидываю. То, что я там хранила. Думала, пригодится. Сейчас я уже больше выкидываю таких вещей. Думаю, нет, не пригодится. Я буду покупать другое. Теперь так. И намазала руки кремом. Они безумно от этой пыли сохнут просто. Сейчас благодать намазала кремом. Но аж не хватает. Я бы еще сейчас намазала. Хотя вообще руки я кремом не мажу. Но от этой пыли жесть. Девочки, я сейчас испытала истинное наслаждение. Иду, просто пакет несу. Он мне говорит, дай пакет. Мы идем в бассейн купаться. Мы в бассейн идем? Путруты. Что? Путруты. Это что значит? Мы купаться идем в бассейн? К Марине, да? Все, вредный человек. Ныряем. Ныряем. Мама, здесь. Как вы? Хочешь. Давай, давай, сшать. Ну, поставь твою ножку. Вот, прыгай. Ныряем. Молодец, отпускай. Прыг. Умница. Носик. Прыг. Молодец. Белевинчика сделал. Ты умница. Там, ныряем. Отпускай. Привет. Как ты дельфинчика сделал? Давай, дельфинчика. Такой молодец. Покажи еще раз. А ну, покажи еще раз дельфинчика. Дельфинчик? Дельфинчик где? Давай, садись. Садись, садись. Как ты дельфинчик сделал? Вот так? Вот так, да? Да. Слушайте, друзья мои, какая шикарная погода. Просто вот, я не знаю, я одета тепло, но на самом деле ветра ноль. А температура, мне кажется, градусов, блин, восемь. Мама говорила девять вроде бы, да. То есть, реально тепло прям раздеться, можно было бы и прям в ветровочке идти, просто в одной толстовочке. Прям даже не спеша идем, наслаждаемся прогулочкой. Так, ну что, Денечку привела. Деньке кайфово, здесь все чистенько, бегать, пожалуйста. А машинка, кстати, где его? На балконе. На балконе? Холодная машинка будет? Ну что там не холодно? Выйди на балконе. Достать ее? Достать. Пусть может покатается этот мальчик. На чистой машинке. Может ему по кайфу будет. Пусть она чуть-чуть. Ой, на улице благодать. Я сейчас вон шла, я девочкам говорила, что так тепло, ветра нет. Хотя завернулись за небольшой угол, и опять ветер к нашему дому чуть-чуть. Ветреная у нас немного сторона подъезда. Хотя смотря откуда ветер дует, конечно, да. Тоже еще учитывать надо. Так, ну что, я сейчас, наверное, готовлюсь и буду снимать вам фикс прайс. Та-дам! Ой, как пахнет. Скорее хочу кушать. Самое интересное, что я сегодня еще утром поела, а мама вообще сегодня не ела. И у меня кружится голова. Я хочу есть. Слабость. А мама вообще не ела. Я просто не знала, что у меня сегодня разгрузочный день получился. Да, у тебя сегодня разгрузка. Девочки, если бы вы только знали, какую огромную тарелку я сейчас съела еды. Просто как это говорят там? Не в кого-то корм. Не в коня корм? Или как? Это что значит? Что ем-ем и не наемся. Вот это про меня сегодня. Поели. Теперь обязательно шоколадка моя любимая. Не устану повторять. Еще будет много видео, где я показываю эту шоколадку и говорю, это моя любимая. Без сахара. И с кусочками апельсинов. Они такие вкусненькие кусочки. Вот. И чаек завариваем. Сейчас нашла. Это с фикс прайса, по-моему. С ароматом трофических фруктов. Сейчас с мамой на двоих заварим. Попьем. Ну что Данька делает? Йогурт, печеньки туда. Чучува любимая. Руки вперед. Сжали кулачки. Да ты мой красавчик. Так, ладно. Мы с мамой чай пьем. И я пошла снимать уже. Сегодня будет мое вот такое рабочее место. Так, что, все, поехали, да? Времени мало. Тарифа садится. Всем привет, мои хорошие. С вами Селена. Сегодня я освободила вот стеночку на кухне. Будет видео. Вы наверняка увидите. Это в одном из влогов. Как мы тут с мамой шуршали. В общем, целый день. Времени нам не хватило. Но не суть. Это мое оправдание к тому, что пока что еще фона не будет. Того, что было, да? Сейчас я тут как-нибудь поинтереснее еще сяду. Легкая тень. Линолюк сзади. Но фикс прайс. Фикс прайс. Никто не отменял. И если ты найдешь другое... На-на-на-на-на-на... Вот такая песня у меня в голове. О, плеточник звонит. Алло. Саш, привет. А сориентируешь по времени сегодня? К обеду. К обеду где-то. Все, ждем тогда. Давай. Кого? А. Давай, давай, давай. Вот, как раз говорит, посчитал все. Сейчас скинет на WhatsApp. Сейчас примерно узнаем, сколько все это дело у нас стоит будет. Я уже в шоке. Мама в шоке. Я в шоке. Ну и что, мы планируем просто вытрясти все карманы, но чтобы все было готово. А потом будем на подсосе. Это же хватило наших карманов. Не хватит наших карманов. Потом мы сделаем это. Залезем в другие. Я не знаю, как мы это делаем. Ой, кто это перебежал? Денька, что ли? Нет. Денька? Леня, мы с тобой учим стихотворение. I happy father's day. Ни. Вот так мы учим стихи. Ни. Ни говорит. Ни. Ни, ни, а да. Печенье. Да, и тебе еще печенье за это? Молочко, на. Будешь пить? Молоко тебе за это. Нет. За вредность молоко дают, а ты вредный. Нет. Да. Молоко. Будешь молоко пить за вредность. Так, где мой кофе? Я напрашиваю. Отвела Деньку в садик. Сейчас делаю себе панкейки свои любимые. Слушайте, они так быстро готовятся на самом деле. Что-то я недооценивала. Все, готовить не хочу, готовить не хочу. Раз-два намешала два яйца, 200 грамм молока, овсяная мука, чуть-чуть сахарозаменителя. И все, на медленный огонь готовится. С Любочкой разговариваю параллельно по телефону. Да я это, влог снимаю параллельно. Она в магазин пошла. Вот так я с подругой разговариваю. Она пошла в магазин онлайн. Вот. И показывает мне кроссовки там, что она выбирает, костюмы. И мы с ней, короче, советуемся. Что стоит покупать, что не стоит, как что смотрится. И у меня такое ощущение, что я сама шоплюсь хожу. Только в московских торговых центрах. А там, как вы знаете, выбор намного больше. Я люблю вообще в Москву поехать по торговым центрам погонять. Ну что, как шопинг, Любаш? Ну я не знаю, взять эти кроссовки. На самом деле, 8 тысяч для них плащей, но как бы это не дорого. Потом я им буду долго носить. Главное определиться с цветом. Ну они стоили 15. Но они классные. Цвет хороший, знаешь, такой нейтральный, что их почти можно обедить. Ну ты чё? Ты который черные думаешь, да, брать? Ой, черные. Что? Черные или голубые, ты думаешь? Да я вообще бы идти и не взяла. Тем более они сейчас со скидками идут. Да, кстати, до конца скидок осталось всего лишь 2 дня. Доброго дня. Выхожу из дома. Очередные 3 заказа. Все, крошки мои вырвалось. Короче, малого оставила маме. У меня есть часик-полтора. Просто принадлежать себе. И, короче, у нас осталось несколько дней распродажи. И я видела, что в Мармалата очень крутые распродажи. Я сейчас хочу его найти и поковыряться в этих приколюшках. Короче, девочки, ремонт-ремонт там. А покупки и покупками. В Мармалата просто обалденные скидки по 50%. И я там купила сейчас все-таки ботинки светлые, которые хотела всю зиму на самом деле взять. Но они мне сейчас и на весну отлично будут. Короче, и они из натуралочки. Натуральная замша. Просто сидят, удобные. Я вам покажу. 50% скидка. На видео о покупках все покажу. Будьте завидованы. Захожу, смотрите, сидят воробушки. Один в планшете, другая. Че, мой сладкий. Я тебя так люблю. Я тебя так люблю. Ой, ой, ой. Доброе утро, мои хорошие. Мы проснулись сегодня, пол один отстала. Я встала, даже кофе не стала пить. И Деньку сразу в сад. Бабуля спит наша. Всю ночь куролесила. Я помню, мы вставали с Денькой ночью в туалет. И она не спала. Че-то компьютер включен, что-то сидит. Походу и кофе пила, я смотрю. И все, и под утро вырубила, все снула. Теперь спит. Сейчас Деньку отвела в сад, наилла себе кофе. С банановым соевым молоком. Фух, сейчас переоденусь. Че мне нужно первым делом сделать? А, публиковать вам видео, фикс прайс. Нужно. Потом зайти в магазин свой. Заказы там померить, посмотреть, кто что спрашивает. Спрашивает, пишет. И потом мы с мамой планируем делать вот эту прихожую нашу. Мы хотим здесь все поубирать и постелить линолеум. Честно говоря, я еще не знаю, стоит ли стелить линолеум, если у нас планируются двери. Но если что, может, мы его как-то соберем, подвинем. Ну, короче, мы хотим его разложить, уже посмотреть вообще. У нас там, вот он лежит, линолеум. Видите, 3,5 на 3,3. А размер, на самом деле, у нас 3,6 на 3,40. Вот что-то такое. Короче, я когда выбирала линолеум, не когда выбирала, а когда мерила все, я не знаю, каким местом я это все мерила, причем с рабочими нашими предыдущими. Девочки, два раза перемеряла. Два раза. И совершенно неправильно все померила, короче. Получилось так, что вот этот линолеум, который здесь у нас, он вообще должен был идти... Он вообще должен был идти... А, нет. Да, вот этот линолеум, который здесь, у него вот здесь полметра должно было не хватать, и тут нужно было докладывать. Но так получилось, что он здесь лег идеально. В той комнате должно быть лишних полметра. Вот эти лишних полметра, 80 сантиметров где-то, я отрезала там. Все верно. В той комнате тоже все почти идеально легло. И вот осталась одна прихожая, которая, наоборот, должна быть больше всего размеров, то есть должны быть остатки, порожки. У нас, получается, будет не хватать. И мы, короче, с мамой будем вообще фантазировать, вообще, что там да как, где докладывать, откуда брать, как лучше, куда сдвигать. Короче, у нас сегодня работа еще не по чат играет. Вот этот день, я думаю, сегодня мы и закончим влог этот. Когда постелим линолеум в прихожку. Маме сейчас распинаюсь. Зашла, опубликовала новое видео, зашла в предыдущее, как только появилось время, чтобы почитать комментарии людей. И вот маме говорю, «Мам, ну ё-моё, ну просто почитаешь комментарии, и ничего нельзя, и все, что я делаю, все нельзя, все плохо». Смеситель смешивать воду нельзя, если газ. Нужно настроить сразу воду горячую, и вообще не смешивать. Нахера мне тогда вообще смеситель нужен? Просто поставить эту теплую воду, и все. А холодная, подожди, если холодную нажимаю, то это уже... Короче, смеситель трогать нельзя, смешивать нельзя воду. Вытяжку закрывать нельзя. Вот она у нас не закрытая, чтобы вы понимали. Я на ночь ее закрывала, чтобы тепло, блин, сохранить, потому что холодно. И еще у нас газовый котел, у нас вот все выходит туда, на улицу. И вот там у нас проходной двор, там все с вытяжкой, короче. И эта вытяжка вообще никак не относится к газу. Я могу его хоть закрыть вот здесь вот. Ну, чуть-чуть, может быть, тут дырочки просоверлить. Вот та нахрен вытяжка вообще не имеет отношения к ней. Туалет завесьте. Обязательно надо. Пылью этой дышать нельзя. Ребенок почему в сад... Во-первых, ребенок ходит каждый день в сад. Работы проводятся в первой половине, чуть-чуть во второй половине дня. Все это сразу дело убирается. Мы пылью здесь не дышим. Да, пока здесь все это происходило, мама, может быть, чуть-чуть у нее аллергия на пыль. Там, да, я, например, нормально все. О, блин, смог, показала этот, который там, ну и все, и трындец, поехали. Почему вы не хотите жить у мамы? Отвечаю на самый, самый супер задаваемый вопрос. Да не хочу я! Я купила квартиру и хочу здесь жить. Хочу здесь жить и видеть каждый момент, который мне нужно делать. Вкладывать вещи, смотреть, что вперед, я не хочу еще год, так как год примерно нам, наверное, еще понадобится, жить где-то, совсем в других условиях, у мамы, куча вещей. Я не хочу, мне надоело, я хочу здесь. Все, не хочу к маме жить. Она здесь живет и кайфует. Ребенок находится в садике. Ё-моё, он занимается там каждый день почти с логопедом. Все, отстаньте. Да, не выговаривает какие-то, может, буквы, л-ки, р-ки, я не знаю. Ну что, все дети сразу все выговаривают? Вообще у всех, у каждого. Вот так я вот иногда после ваших комментариев. Короче, ребенку моему только 3 года с копейками. Он у меня еще будет разговаривать получше многих тех, кто пишет мне вот эти умные комментарии. И вот первое, что я ему научу, это никогда не лезть не в свое дело, никогда никого не учить и не воспитывать. Сука, это бесит людей. И он будет у меня супер воспитанным и грамотным мальчиком, поэтому научу. Вот. И сейчас все происходит. Не волнуйтесь, не переживайте. Я слежу за ребенком, за его здоровьем, за его развитием. Все супер-пупер. Спасибо за добрые комментарии и спасибо за тех, кто помогает мне отвечать еще даже на комментарии тем людям, которые вот это, вот это плохо, вот это интересно. Вот реально, кто-то написал в комментариях, вы слушаете, почитать комментарии, так все плохо. Вот все плохо, что бы я ни делала, все плохо. Ё-моё. Но в самом деле. Ну вот, выговорилась. А на самом... А на самом деле все хорошо. Сейчас я допиваю кофе, опубликовала вам видео в Экспресс-говно. Кстати, там многие пишут, что это, короче, не на каждую батарею походу подходит. Вот эта вот штука. И кому-то тоже подошло, а кто-то там заменил, например, не батарею, а на дверь повесил. Нам надо поэкспериментировать. Хорошо, что я ее не отдала, надо будет поднять ее с машины в машинина. Сейчас, Денечка, у нас в садике, все прекрасно, у нас все чисто. У нас двери пока нет. Дверей нет. Дверей нет. У нас сейчас двери нет. Мама говорит, двери нет, не поднимаю. Видите, ни одной пылиночки вон нет. Все, вы пылесосили. У нас специальный пылесосик сейчас, который мы готовы... Для этой сушки у нас место найдется всегда везде. Так что, если что, послушаемся, тут... Пылесос, который у нас маленький, такой ручной, мы им все пылесосим, и мы готовы его потом выбросить. То есть, мы идем на эти жертвы, есть у нас пылесос, мы пылесосим. Просто мы не нашли вот эту щеточку, которую можно было бы пылесосить. Поэтому я такую щеточку... Чуть-чуть смахнула, ничего страшного. Вот. А то, когда будут стены штробить, там вот это вот все, говорят, тоже там пылюки будет много. Посмотрим. Потому что, слушайте, говорят разное. И еще сколько, и где мы будем штробить, неизвестно. Возможно, у нас мы отделаемся легким испугом. Но если вдруг, если вдруг действительно будет какая-то сильная пыль или еще что-то, мы посмотрим все это, естественно. И нам не стоит вообще сложности переночевать один или два дня у мамы. То есть, мы все смотрим. Она живет недалеко здесь от меня, да, пошли, поехали. Там мы могли бы и купаться, и все. Но мы здесь все быстро сделали. И купаемся, стираемся здесь, живем, наслаждаемся здесь. Нам все хорошо. И мы за всем следим. Не думайте, что мы такие тупые идиоты, понимаете, которые просто здесь в таком полном сраче. Дымки такой нереальные. Я ничего... Ой. Дымки такой нереальные, блин. Не убираемся, ни хрена, да, и ребенок здесь вот это вот, все здесь. Нет, мы за всем этим моментом следим. Поэтому все хорошо. До того, как будут штробить стены, до этого мы в первую очередь поставим двери. У нас будут закрываться комнаты, туалеты, ванны будут закрываться. И будут в коридоре там... Ну, если штробить будут коридоры, кухню, да, комнатах пока штробить не будем. Да, все, все будет. Выведем туда, может быть, какой-то кабель, и все. Потом уже отдельно будем переносить с одной комнаты, может быть, меньше другую, и где-то там что-то подделывать. Но уже будем... Сейчас просто у нас двери нигде нет, поэтому вот везде все летит. И все. Короче, мы знаем, что надо делать. Да, не учить ученых, е-мое. А еще, я сейчас, честно говоря, это первое, что в голову пришло, эти все вопросы, просто там столько вопросов, все, нельзя вообще умереть, можно просто, ничего нельзя. Я вот, знаете, помню, маленькая была, и мама тоже когда-то там, ну, там, что-то это нельзя, это нельзя, вот это воспитание, блин, тоже исполнилось, да, и в свободное плавание, ну, сама себе хозяйка, е-мое, блок завела. У меня теперь не одна мама, у меня 10 тысяч мам, там, 2 тысячи, 240 тысяч мам, которые мне говорят, чо зя, чо нельзя, чо надо, чо не надо. Представляете, сколько терпения, и вообще не обращать на это внимание, конечно, это перезагрузка. Это. А я сегодня ночью, уже там опубликовала свое видео, но я зашла просто посмотреть там твое видео, прямой эфир, и почитала комментарии, и взялась за голову, думаю, господи, к тебе лучше вообще твои комментарии не заходить и не читать. Да, девчонки. Столько негатива, столько поучений, столько всякой вот этой вот, не знаю, неприятности какой-то, что у меня аж плохо стало. Ну не надо, ну не надо, есть девочки, которые пишут хорошие сообщения, большое спасибо им. Есть, но столько всего вот этого нехорошего пишут, что просто кошмар. Да нормально, пусть пишут, да хрен бы с ними. Пусть пишут, пишите, просто вот смотрите моя реакция, да, ну как бы, как есть, ничего не скрываю, не пытаюсь натянуть улыбку, сказать, «А, ненавижу вас, сука, всех, горите». Горите! Ладно, горите в страсти, любви я это имела ввиду. Реально, я никому нет, не желаю ничего плохого. У каждого своя голова на плечах, и я понимаю, что чем больше у людей оценок, заморочек, чем уже у них границы, видения вообще, тем сложнее им жить в жизни, поэтому, ну как бы, я здесь не могу человеку еще желать говна какого-то в жизни, и так у него говна много, я это понимаю. Поэтому оно все в комментариях, у меня залябали стены под видео, залябали стены под видео, жовно. Так, что я хотела сказать? А, девочки, вот те, ну, комментарии, на которые я еще не ответила, они могут быть там негативные или ненегативные, почему то, почему это, кто такой этот, кто такой то, берегите, пожалуйста, вопросы на прямой эфир, потому что в видео я не на все могу ответить, не на все вообще хочу отвечать, вот прям в видео специальном, да, как будто специально, а вот прямой эфир, такой больше лайф, вот, если у вас есть какие-то вопросы, вы их даже запишите, а потом обязательно в прямом эфире задавайте, я отвечу на все вопросы, почему то, почему это. Ладно, все, продолжаем ремонт, продолжаем закрывать вытяжку, смешивать воду смешить. Приготовила завтрак, панкейки, но сегодня, короче, между панкейками я положила вот такую чику, нагрела ее в микроволновке, тут у меня арахис и кокос, вот, а сверху я сделала, ну, потому что не хватало мне прям сладости какой-то, еще какого-то вкуса прям хотелось, низкокалорийный сироп, вот такой шоколад с миндалем, и вот получилась такая вкуснотища, вот, маме предлагаю, она говорит, не хочу, не хочу, не хочешь, ну, все, не хочешь, не кушай, она кофе скупит. Я, наконец-таки, уже сняла итог ванны, решила видео разделить на две части, показала итог ванну, сказала, сколько стоит у меня по работе, только по работе, вышла мне ванна, со всеми этими переделками, всей фигней, короче, там от начала до конца, то есть я снимала две недели это видео, или сколько, да, две недели, наверное, да больше, блин, до хрен его знает, короче, сколько, в общем, долго я снимала, и, наконец-таки, итог, видео уже на канале, а второе видео будет, именно уже такой рум-тур по ванне, я там уже расставлю все баночки, сейчас вот заодно магазин, вот у меня там, я еду курточку, девочка хочет купить с Ростова, и заодно зайду там в магазин, посмотрю, что там есть, хочу какую-то красивую, теперь вот я все хочу красивое, все дорогое, я вот готова поехать в Зара, Хом, там, да, Лейчендэм, Хом есть, и вот в какие-то такие магазины, уже более такие дорогие, где там более интересное что-то продается, какие-то там, в общем, ну не просто фикс-прайс, да, там съемную квартиру, а хочется теперь вот, если это будет шторка, да, то она должна быть какого-то изумрудного, идеального цвета, там, я не знаю, чуть ли не светится должна ночь, вот, соответственно, это они будут стоить, наверное, 200 рублей, может, там, 600, 1000, полторы, я не знаю, сколько стоят шторки, вот, в этот магазин я хочу зайти, посмотреть, что там есть, у них что-то есть такое, ну вот, может быть, там стильное что-то будет, вот, и что еще, что еще, а, и будет видео отдельно, вот этот рум-тур уже, вот, как я расставила на сегодняшний день, баночки там, все дела, что где стоит, и какие-то плюсы-минусы, я уже расскажу, что не совсем меня там устраивает, о чем я не подумала, о чем надо подумать, ну, и что, о чем стоит по мебели, все вот эти вот вещи, и тогда уже скажу общую стоимость, не только работа, которая у меня вышла вот в видео, да, а плюс еще и с мебелью, со всем делом, сколько мне вышло ванну и туалет, вот, и сегодня мы хотели с мамой стелить линолеум, я как бы собиралась там, да, но в итоге мама сейчас готовит, купается, я в итоге сегодня досняла все, помыла туалет, ванну, искупалась, вот, и сейчас еду в магазин, девочки, встреча, хочет купить, куртку, я сказала, да, уже, потом зайду в магазин, потом поеду домой, бегом, и что я сегодня хотела делать, мне еще видео надо смонтировать, у меня куча видео, которые вам есть, выложить, но у меня нет времени даже их монтировать сейчас, ну, вот, ночами монтирую, малого укладываю, мы хотим, кстати, сделать перестановочку небольшую, вынести мой компьютер из столы, вынести в кухню, там сейчас много места, а Денька будет спокойнее спать, если не будет от моего огромного компьютера светить свет, вот, ладно, не буду за рулем долго полягать, потом все, так, шторки для ванн в Заре смотрю, но нет подходящего мне цвета, блиночки, я расстроена, вот был бы у них бежечка, но у них они тканевые, вот что, а я не знаю, хочу ли я тканевую или нет, сказали зайти в Хофф, а давайте зайду, в Хофф тоже, кстати, неплохой магазин, там может быть что-нибудь интересненькое, ну, в плане такое, а тот магазин, в который я хотела зайти, он закрыт, представляете, не пойму, что там, ладно, сейчас зайду тогда в Хофф, и, и домой, ну что, вот он Хофф, пойдемте, Хофф, слушайте, тут, тут прям, мне кажется, какая-то чуйка внутренняя, что-то должно прикольненькое быть, недорогое, и классное, сейчас проверим мою чуйку, кстати, вот она дверь, дверь, господи, вот она кровать, которая со скидкой здесь, представляете, вот нам нужно метр шестьдесят, на два, вот наша цена, тринадцать тысяч, и вот она, ну, мне кажется, честно, вот это настолько недолговерно, вечная, с подъемным механизмом, и цена, ой, цена, цвет есть у нее еще, вот такой, который мне нужен, такой бежевенький, а где цвет можно посмотреть, еще вот такой другой, вот смотрите, такая же кровать, только в ткани, под бархат прям сделано, да, кстати, интересная, цена такая же, образец продан даже, можно приобрести со склада, со складкой, ага, за тринадцать тысяч, да, тринадцать тысяч, да, короче, ну вот, симпатичная кроватка, такая можно было бы ее, мы так рассматривали, но я посмотрю еще варианты, потому что здесь вообще недорогие кровати, вот такая вариант еще есть, тут полно вариантов, вон, видите, какая классная, она чуть-чуть дороже, но поинтереснее уже, и более, и кожа более такая, знаете, качественная, так ладно, сегодня не о кроватях, я вообще разошлась, короче, на эту кровать скидка действует до конца недели, я не знаю, успею я или не успею, и вообще нужно будет, а потом, ну, как бы, от двадцати тысяч, и сказали, с детьми и животными, лучше в ткани брать, так что, будем иметь в виду, вообще, я вам показывала, какую я хотела кровать за семь с косарей, да, вот такой шкаф, смотрите, красивенький, беленький, мне нравится, и цена, смотрите, тоже, да, со скидкой, ну, даже 14200, тоже недорого, мне нравится, мне нравится, зашла, вхов, еще вот такой мне нравится вариант, только он глянцевый, единственная, на фоне него мне нельзя будет снимать, поэтому я это не возьму, кстати, классно, что здесь, видите, раз, и сюда еще можно запустить ручищу свою, классно сделано, кстати, это же сразу чувствуется покачественнее, тема, а ну-ка, мягенько входит, вообще, места, много, огонь, ну, и посмотрите, какое огромное количество здесь шторок для ванны, сейчас посмотрим цены, покажу, что мне понравилось, сейчас полазью здесь, слушайте, ну, как четко, я угадала, то, что мне нравится, стоит 1500, 1700, короче, ну, такая вот интересная, симпатичная, под мой цвет, видите, но здесь нет цены, вот, еще мне понравилось, ну, я думаю, что где-то 1700 стоит, еще мне понравилось, полностью прозрачная, смотрите, вот такая, вот она 1799, стоит, кстати, недешево, понимаете, клево, так вот я застелила, и на фоне этого снимаю, мне понравилось, ну, сейчас я такую дорогую, не буду брать, это только с зарплаты, там, или когда у меня, куча беленьких, со стразик, ой, не со стразиками, видите, такие блестящие, прорезиненные есть, так, ну, еще мне понравились, сейчас, ну, это нет, сейчас, вот, вот такая еще, она стоит как раз таки, а, смотрите, 599, а это 899, вот одна из них, мне нравится, и та, которая нравится мне, 899 стоит, ну, вот более-менее еще, с такими, но, нет, мне вот, типа, интереснее за полторы тысячи, поэтому, короче, я вообще сейчас, самая дешевенькая, что-нибудь выберу, реально, а потом уже куплю, вот то, что я прям хочу, классное, короче, долго выбирала, выбирала, и реально, то, что мне понравилось, одна из этого многообразия, я уже думаю, возьму вот эту, 8, вот она, как бы, такая нейтральненькая, прозрачненькая, и ее, короче, нет, прикиньте, 349 рублей на 100, 329, вот, не жалко, еще и со скидкой, короче, в итоге, я возьму сейчас, вот эту вот просто, вот эту, за 199, дешевую, и все, хотела бы вообще, без полоски, чисто белую, знаете, ну, раз я уже сюда зашла, мне же надо что-то брать, клетка, не то, вообще, подкол меня, да, вот это еще ничего, за 500 рублей, смотрите, что я нашла, смотрите, что я нашла, очень похоже, я смотрю, что-то знакомое, вот вижу здесь, да, вот такая шторка стоит, есть белая, есть вот такая беженькая, стоит 1600 рублей, тут более широкая, просто полоска вертикальная, а вот за 500 рублей, более мелкая полосочка, но по-моему, то же самое, тоже вот так вот, красиво сделано, а я возьму, вот этот за 500, пусть пока, хорошая, по-моему, да, потом уже конкретно, куплю хорошую, прошла дальше, увидела кольца, по 69 рублей, поняла, что у меня занавеска, еще и без колец, но прозрачные, кстати, прикольные, я думаю, хватит мне одной пачки, мне кажется, что нам нужно сделать отдельный обзорчик, реально, пахов, посмотрите, сколько классных вещичек, и у меня будет все самое лучшее, и, кстати, ёршик я хочу сделать подвесной, а, вообще огонь, здесь столько всего, нужно срочно выходить, а то я сейчас пропаду тут на пару часов, отдельно сделаем видео, а, господи, посмотрите на эту красоту, я не могу, о, боже, вот, кстати, кроватка, которая мне нравится, ну, ценник сразу 80 тысяч, вот, это добротная тема, хочу такую кровать, дорогую, кстати, вот эту вот шторку я купила тканевую, у меня, ну, я раз в разных квартирах жила, и тканевые были шторки, и не тканевые, короче, я не знаю, какая лучше, если честно, но это полегче как-то, я думаю, все равно искупались, а потом ее вытащили, чтобы она сохла, посмотрим, в общем, до этого, вот, в предыдущей квартире, у нас была не, не тканевая она, в принципе, она меня устраивала, все хорошо, но это я решила взять тканевую, ну, потому что она, вот, 500 рублей стоит, а такая же ровно, за полторы, о чем, мне кажется, клево, посмотрим, как она в этом, ну, и напишите, какие у вас, кстати, у кого есть крутые, классные, такие, потому что там по 2,5 даже были, представляете, всякие, вообще, чем они отличаются, как вы выбирали шторку на ванне, потому что это пока что временная, я так думаю, хотя, если она мне зайдет, прям будет крутая, то пока не износится, будет висеть, может, я классный выбор сделала, кто знает, сейчас еще и думаю, сейчас еще и думаю, в одно слово объединила, сейчас еще иду и думаю, белый цвет обычно на фоне, ну, все время по-разному, но бывает съедает, короче, свет, когда я начинаю снимать, так что с этой шторкой надо поснимать, а потом уже делать конкретные выводы, подходит она мне или нет, надеюсь, она не будет хавать свет, отличноorryさい! Поехали!